Ну а теперь хорошие, теперь хорошие новости о самолетах. На этот раз, естественно, о российских самолетах. Если вы еще не знаете, то сегодня опубликована, да, служба официально сообщена, кстати, служба безопасности Украины, служба контрразведки, что 27 августа, то есть сегодня, 16 беспилотников украинских, так называемых бобров, стая из 16 бобров, проникла в Курскую область на Курский аэродром и перегрызла горло самолетом Су-30 и МиГ-29. Причем четырем Су-30 и одному МиГу-29. Это вот тому, который бесконечно взлетает, садится, взлетает, садится и не дает нам спокойно жить своими тревогами. Тому самому, который кинжалами пытается нас уничтожать. Также 16 бобров перегрызли горло батареи С-400 и системе ПВО «Панцирь». Всего было зафиксировано 13 взрывов. Из 16 бобров, к сожалению, трое не дожили до места выполнения приказа, то есть не долетели. Троих сбили россияне. Остальные 13 бобров проникли на Курский аэродром. Да, бобры оказались добры. Вот, бобры несут добры. Бобро несет добро. А, нет, МиГ-31 с кинжалами. Ну, значит, мы зря самолет, зря погубили хороший российский самолет, раз это не тот, который кинжалы носит. Ну, видите, спасибо, что поправили СМ. Серьезно, я не знал просто. Вот. Всех приветствую вас, кто сегодня прекрасная новость про самолеты и бобров. Да, прекрасная новость про самолеты и бобров. Подробностей пока нет, но почему-то, зная раздолбайство российской цензуры, зная любопытство и алчность российских летчиков и наземных этих самых наземных служб, они обязательно опубликуют в каком-то телеграм-канале, кому-нибудь да продадут вот эти кадры, как наши 13 бобров перегрызают горло воздушной группировки Российской Федерации. Еще одна сегодня новость, но, конечно, немножко из другого места. Ну, я сейчас в хорошем смысле. Из другого места. Не оттуда, откуда вы подумали, а просто из другого места новость. В двух смыслах. Во-первых, это из Крыма, а не из Курска. А во-вторых, она не подтверждена пока, но вроде бы наши спецназовцы проникли в какой-то лагерь россиян, в смысле в казарму и перерезали 13 российских военнослужащих прямо во сне. Что, конечно, нельзя не сказать, что это просто тоже приятная и хорошая, добрая, чисто новость. Вот так вот мы постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть избавляемся от российских оккупантов в Крыму. Субтитры создавал DimaTorzok